Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода комментарий Шухонаруха, 607 глава, мы посередине остановились, урок посвящается, рейфу шлема, эстахады холемиша и сабацонимы холи сраэль, и мы продолжаем с четвертого закона. Помните, он говорит, что диспут в Танаеве, так мы постановляем, что можно снова делать виду на те грехи, которые он не совершил в этом году и уже один раз сделал виду, то есть грех, который он сделал в позапрошлом году, и уже в прошлом году в Йом-Кипур он успел на это сделать виду, и признать этот грех, все равно он имеет право признавать его из года в год, не проблему. Гра здесь ничего не пишет, потому что он уже обсуждал этот вопрос. Казалось бы, а в чем может быть проблема, что плохого, если он будет продолжать? Может быть проблема в том, что если человек вспоминает время про свои грехи, это может быть само по себе плохо, как бы негативно, потому что какие-то ассоциации могут быть с грехами, что он может быть вспомнит что-то, чем он наслаждался во время греха, и грехи же делаются не просто так, а для какого-то наслаждения, например, части грехов делается, и может быть ему захочется снова это сделать, или что-нибудь в этом роде. То есть может быть в этом опасность, что если слишком часто вспоминать грех, то это плохо наоборот, можно забыть и служить свежему в радости. Поэтому ответ, что мы не говорим так, что можно, человек имеет право всегда помнить о своем грехе, насчет этого сказано в псалмах, да, вихатати нигде томит, мой грех передо мной всегда. Есть такая идея, это не запрещено из года в год признавать один и тот же грех, который он когда-то много лет назад сделал. Окей. Маген Аврам. Можно вернуться и снова их признать. Убеги морока амар харезим и шубак, даже это хорошо, по этому мнению. Шинемар бихатати нигде томит. Да, грех мой передо мной всегда. Пятый закон. Битфил админха эревьё макепурим эйнохотем бивиду шахарея. Значит, здесь обсуждается очень важный вопрос о том, что виду и признание грехов, о которых мы говорим, на него нет специальной хатимы. Это не только, кстати, в Минхе, у нас халлаха, что и в остальных молитвах это так. И даже в Наиле, что все признания грехов, о которых мы говорим, они не имеют в конце баруха таашем, да, какую-то хатиму, заканчивание какое-то с брохой. Да, это просто признание грехов, просто мы говорим о разных грехах, но никакой баруха таашем нету там в конце. И это верно для Минхи до Йом-Кипура и для всех остальных признаний грехов, для всех молитв Йом-Кипура. Вейна шлех цибур махадира виду. Ещё у нас обычай, что этот виду, Минху в Йом-Кипур, посланник общины не повторяет его, только отдельный человек его говорит. Потому что были обычаи, другие тоже ран приводят, но у нас халлаха, что только один молящийся говорит, а посланник общины просто повторяет Шмон-Эсре без всяких добавок. В Минхе элимит поле Шмон-Эсре кебешарь и мотоша, но просто молится Шмон-Эсре. Вейна мы им овину Малкейну, викольше кен таханун. В эту Минху мы не говорим ни овину Малкейну, ни тахануна. Малкейн пишет на это гра. Айн Раши, да, насчёт источника, что мы не говорим хотэм. Айн Раши, шам, диврия, мадхиль, эйно, хотэм. Да, это всё в самом конце, как гемор и юма. А вайлога рэсла, викатава, рож, бешебра, вамрам, миша, хотэм, бивиду, вимин, хатуэ. Да, и также рож пишет, а ты не рабе, амрама, что те, кто делают хотиму, они ошибаются. Есть, на самом деле, по одному из объяснений Раши, таки есть источник, чтобы делать хотиму. Амрам считает, что вообще нельзя делать хотиму, ни по какому мнению. Да, Раши, получается, по какому-то из объяснений, там есть разные объяснения в Раши, но по одному из объяснений, на самом деле, есть место разрешить делать хотиму. То есть сказать в конце баруха таа шэм, закончить это как броху. Вот, но говорит, что Тур написал, так как есть диспут мудрецов, то лучше не делать. Убилав Гахи, энахтом дега Раши сатар перешешон, говорит, грай, без того, сам Раши тоже передумал, и этот переш, который он написал, он потом его отверг. Викатав, аваль, логарсинан, и так далее. Говорит, что даже по Раши, это на самом деле, речь шла не про виду, который идет перед Йом-Кипуром, а про виду самого Йом-Кипура, в молитве, где семь благословений. Гехи, ква браха биминха ля Ацма. Да, как может быть, броха в минхе до Йом-Кипура, да, броха специально для признания грехов. На самом деле, у нас Аллаха, что только посторонник общины делает хатиму, потому что он виду и говорит посередине брохи, поэтому он в результате, когда он заканчивает эту броху среднюю, такая у нас хатима, и там получается, что мы упоминаем, что Всевышний прощает наши грехи, да. Вот, поэтому, без сомнения, для нас мы постановляем, что только может шла в цифру, и он в действительности, у него, так как он упоминает грехи в середине своей молитвы, то, соответственно, там же и хатима. Что он не просто говорит, мы кадеш Исраилу Йом-Кипурим, а упоминает, что Всевышний прощает грехи. Поэтому Раби Амрам написал, что тот, кто делает хатиму еще в Минху, в предыдущую до Йом-Кипура, что он ошибается. Вот, мы увидим еще, что Магин Аврам будет обсуждать, от именишла какой-то из... А, насчет того, что делать еще один виду перед Йом-Кипуром, но после Минхи. Может быть, он имеет в виду следующее. Дело в том, что по букве закона нужно было бы сделать перед самым Йом-Кипуром виду. Мы еще будем это обсуждать. Но Хазаль установили раньше, дело в том, что вдруг, мы читали это вчера, вдруг Яре-Двар-Калкала-Бесюда, вдруг он напьется и не сможет хорошо сделать виду. Поэтому сделали, чтобы сразу после Минхи сделали виду, а потом уже трапезу последнюю нели. Но Рамбан написал, что все равно нужно сделать виду еще раз после Минхи, уже перед самим Йом-Кипуром. И обычно сегодня, что перед Йом-Кипуром, обычно люди собираются, примерно вот в период конный дрей, и они стоят и читают разные отрывки из разных видуем, которые напечатаны в Магзорах. У нас в Магзорах больших напечатаны разные виды признаний грехов, которые сочинили разные мудрецы. Одна из таких молитв, это Хай Адам, Аврам Данцик, Мехут Ангра, написал молитву, которая включает просьбу о прощении, и говорит так же, что мы других прощаем. Вот эта молитва называется Твилазака, чистая молитва. Ее многие произносят, другие произносят молитвы, какие-то других гаонимы, мудрецов разных, которые создали свои молитвы признания грехов. Но в этом случае мы как бы немножко Рамбану следуем тоже, и то, что вот Магзорам привезет имени Шла, что делать еще один виду, после уже трапезы и до Йом-Кипура, чтобы начался Йом-Кипур с видуя. Вот. Да, поэтому, в таком случае, у нас, значит, Шла, Лев-Кипур вообще не повторяет Шмонестре, в повторении Шмонестре не упоминает никакой видуя, а наоборот, отдельный человек упоминает, делает видуя еще раз, да, что главный видуя, на самом деле, по Рамбану, да, главное, Хазар хотелось найти вообще не в Минху этот видуя, а после трапезы просто так, как боялись, что человек напьется, поэтому установили также видуя во время, повторения Шмонестре Тихого в Минху. Шепер, Ждамаш, Маар, митцвот виду Йом-Кипурим, им хошеха локай эшель аравит, эле им книса тхайом, да, что вот это вот мнение Рамбана, что главный видуя в начале Йом-Кипура, по-настоящему, это не аравит, это отдельный видуя в аравит, а главный видуя был, наоборот, в начале Йом-Кипура, как только начинается, то есть между Сьюдат Мавсекет и Йом-Кипуром. Он говорит, что можно мифураш найти источники, что это разные два видуя, видуясь в аравит и видуяй в начале Йом-Кипура. И афаль пишет вода кодемши и ахалью, и что это царит ли твадо для ахарши и ахалью, значит, после еды еще раз нужно делать видуясь, что вдруг что-то произошло во время трапезы. Простой смысл всех этих видуев, видимо, в том, что человек может быть что-то сделал не так между предыдущим видуем и следующим. Но это кажется маловероятным, Какие он может грехи успеть сделать сам Йом-Кипур между одним видуем и другим. Мне кажется, что одна из целей столько раз говорить виду. Кроме того, что есть Рамазерна, это 10 видуем, как Коэн Гадоль делал, еще какие-то есть подсказки. Но мне кажется, простой смысл в том, что не всегда человек произносит внимательно и думает. Когда произносишь одно и то же несколько раз, что может быть в одной из произношений, если будешь концентрироваться, вспомнишь что-то, что в другом не вспомнил. Один раз он на Ашамну что-то подумал, в другом месте на Дибарну-Дофи. И, понимаете, в разных местах может быть есть смысл, поэтому повторяю много раз. Не то, что одного не хватило бы. Что нужно еще раз потом делать виду и воровит. Значит, равит не тот же самый виду, который после еды. И так далее. Похоже, он здесь приводит к Иерушауме в том смысле, что Иерушауме не считает, как это то севта. Что в Иерушауме, что другого никого видуя нету. Что есть виду только перед едой и потом воровит. Нет никого видуя между первым и вторым. Что никого видуя нету специального еще перед Йом-Кипуром до аравита. Ве-эйн. Это на то, что Шухонаров дальше там говорит. Ве-эйна шлефцебур махзир видуй. Вше-эйн. Где ему сказать, что обычно Шлефцебур, он здесь видуй посередине молитвы. А в 18 благословениях, в будничной молитве, там негде сказать. И вообще, даже отдельно у человека только говорится, этот видуй ради того, что вдруг он иначе во время трапезы будет пьяным и не сможет сделать хорошо видуй после трапезы. Но для Шлефцебур не нужно этот видуй делать. Окей, Маген Авраам Зайн, Витфюд Минха, Амахар Элакай Атшилло. Да, что там... Ну, понятно, он у нас в институтах написан. Элакай Атшилло, Атсартия Никитай, Йомер, Элакай Ницор Шани. В смысле, он хочет сказать, что после того, как он скажет Лесвиду, и потом скажет обычное то, что мы говорим Элакай Ницор Шани Мирал, Святами Дамир Мирма, да, то есть вот те слова, которые мы произносим в конце Шмона Эстера, после Амивраха Тамой Сайба Шалом, вот эти слова мы произносим здесь после видуя, а не до. Катавшла Арауили Ахмир Лидвадот Ахарахила. Вот то, что граф процитировал, что желательно и после виду еще раз делать видуй. Конем Хошиха кидат Рамбан, как мне не Рамбана. Окей, следующий закон, я уже говорил, что люди так делали когда-то, но сегодня мало кто-то делает, а именно Шуханаров пишет, Вав, Коля Кагаллуким Малку Тарбаим, Ахарт Филат Минха, да, потом все получают Малку, все получают плети. Что этим как бы человек подумает, чтобы раскаяться. И Рама пишет, Что принято, что тот, кто его бьет, говорит Виурахум, тот, кого бьет, говорит Видуй. Признают грехи в этот момент. Гимель Паамим, да, что там всего 13 слов, это в стихе Виурахумих, Аперавон, Иллашхит и так далее. Так вот 13 слов произносят три раза, и всего получается 39 Малку, да, 39 ударов. Шэмд ламетет эйвот, кинегд ламетет макот. Мина агу ли ле лхот бейрецуа шэль кольдову, Говорит, у нас обычно не брать толстый ремень, который брали во время Малку, который Бейдин устанавливал, да, в времена, когда и суд мог судить с плетьми. Сегодня такой возможности нет, сегодня суд, в основном случае, по закону, он не может судить плетьми, да, наказание плетьми по тем, в тех случаях, когда плетьей требовалось давать людям. Вот, угодил, что сегодня суд может ли Фомимишевых один тоже наказывать, не по букве закона, но, в основном случае, по закону, да, плетьми для этого нужна смеха. В любом случае, у них был специальный, значит, специальный, чем Билли, который имел определенный размер, и в своих тэфах, кажется, была в ширину. В общем, он говорит, что у нас обычно, что не беспокоятся об этом, берут любой ремень, не обязательно, чтобы был широкий, да и, ну, рад ли за корону Малку. Это только в памяти о том, как Билли. Вообще, на практике, кажется, больнее, когда бьют узким ремнем, чем широким, да, да, широкий, он, большая поверхность, которая ложится сразу на более широкую часть тела человека, да, поэтому не очень понятно, в чем, так сказать, мягкость, что берут тонкий ремень. То, что бьют не так сильно, это я понимаю, но то, что берут тонкий ремень, это, наоборот, должно больнее от этого быть, да, а драбы взяли бы в толщину тэфов, было бы не так больно. Да, ну, а сейчас, значит, конечно, только в память о Билли. Да, берут плети из быка, из кожи быка, то есть берут ремень из кожи быка. Почему? Потому что, говорится, в начале Ишияху, это от Хактору тоже мы читаем перед 9 Мава, как Всевышний жалуется на еврейский народ. Говорит, даже бык знает своего хозяина, осел знает кормушку хозяина, а евреи не знают. Израиль не понимает ничего. Так вот, на это брали, когда делали Малкут в Бейдзине, опять же, брали такой ремень, который имеет и быка, и кожу осла, да, в память о том, что, как бы, эти двое знают хозяев, а мы не знаем. Но сегодня берут, например, в память просто о быке, только, как бы, бычной кожи ремень. Это все, как закон Малкут, который когда-то давали суды, что его кладут не сидя, не стоя, а полулежа. Панавлица фон, в ахаравли даром. В сторону севера его кладут. Еще есть такой закон, взятый из Геморы, Швоты, из других мест, что у нас Аллаха, как мнение, что Йоу-Кипур помогает только тем, кто верит в Акапару и действительно делает шуву. А вайха ми баэт, бо, но тот, кто, так сказать, не относится к Йоу-Кипуру серьезно, он их ашер, бо, мамо или Йоу-Кипур, да, считает, что это ничем не поможет, зэ эйна ми ха перло, да, тогда это ему не поможет. То есть, в смысле, Йоу-Кипур помогает только верующим и тем, кто раскаивается. Окей, пишет на это все Гра. Коля кахали, шамитох, рацев мар эйн малкут без маназет, да, что сегодня у нас нету малкут мамаш, да, чтобы по букве закона можно убить плетьми. Кемош марамбам, рож перек тетва бис ангедрин, ви айн бекесэм мишна, лэхэм мишна шам. Да, поэтому только обычай, что просто, чтобы люди раскаялись лучше. Шамитох, айн перекама добрахот, зайн алэф. Да, что из-за наказания человека он начинает больше чула делать, да, рассматривать, что он сделал не так. Винагагу кемош марамбам шам малкут макомитаме, да, кемош марамбис перекама десангедрин. Да, что видуй говорить во время малкут, видимо, связано с тем, что видуй, признавихов, также делается перед смертью, что малкут это на месте смерти, он говорит. А перед смертью человеку, да, требовали от него виды, в том числе, если даже он преступник, и его наказание смерти, все равно, или сделай виду, тогда получай в будущем мире. Хамалке макхот кавбет бематнитин ли фигер сатэйну шам. Да, насчет того, что тот, кто бьет, говорит ви урахум, да, он пишет ли фигер сатэйну, потому что, кажется, там есть другое мнение, что кто-то другой говорит ви урахум, какой-то другой человек. Шалоша памин, три раза. Неген макота мишталэш. Да, что обычно они били в старые времена, когда били в суде, они били два раза на спину, один раз на живот, кажется, так, то есть делили на треть, треть, треть. Две трети с одной стороны, треть с другой стороны. Авалидин, это гемора, эйнаумер, эле, памахат. Он говорит, вообще по букву закона достаточно один раз, говорит, и урахум. Минагагу, айн магинаврам. Это мы увидим, да, насчет обычая, что брать бы из бычьей кожи ремень. Войках, рецу, макнитин. А, насчет того, что брать ремень любой ширины, любой длины, на это магинаврам, говорит, посмотри. А вот насчет рецу, это, говорит, из Мишны там, в Макот, что брали ремень из быка, у них еще и засла. А, да, дэрэк шенэмар, гемора шам вяан магинаврам. Да, это насчет того, что пасух из Ишьяху, источник этого. Смотри, говорит, магинаврам, это все посмотрим в магинавраме. Вяанил ке ло. Да, то, что человек должен не лежать, не сидеть, не стоять, а должен полулежать, это тоже из Макнитин шам, это из Мишны в Макот. То есть в этом пытаются делать, как они делали в суде. Пана ваан магинаврам витаз. Да, причина, почему он именно на север поворачивается, это, говорит, посмотри, в магинавраме и в тазе. Йо-хи-пуин, да, насчет того, что Йо-хи-пур прощает только тех, кто раскаивается. Да, михатер афах шав. Говорит, во-первых, Йо-хи-пур и в наше время помогает прощению, когда нету жертвы, нету всей сложной службы в храме, все равно Йо-хи-пур помогает. Ах, бело си-хи, хотя нету козла отпущения, да, которого сдастывали, все равно помогает Йо-хи-пур. Он говорит, что смотри, говорит, в Йо-хи-пур, смотри в швот, вот эта длинная сухия в швот, это диспут между Рейдой и Хахамим, насчет того, как искупляют Йо-хи-пуры для кого. И еще есть вопрос, когда, по-моему, Йо-хи-пур спрашивается, почему, на самом деле, если искупляют и козел искупляют, и Йо-хи-пур сам искупляют, тогда зачем это другое и какая разница? И там ответ вроде, что зависит от времени, так сказать, что раньше, да, что Йо-хи-пур искупляют только в самом конце, когда уже выходят звезды следующего дня, то есть, получается, это когда Мануилу как раз заканчиваем молиться, а козел, значит, он сразу. Немножко странный террес и мало убеждает, конечно, потому что, что, нельзя уже подождать еще немножко, да, козла не нам тоже отпускали ближе к концу дня, пока человек его отвез куда нужно, пока... То есть, не очень все это понятно, но, видимо, частично представление Йо-хи-пур имеет какую-то капару и в наше время, потому что, тоже говорит, на все поколения, и наверняка в чем-то Йо-хи-пур какую-то значимость имеет и сегодня. Я уже говорил, что есть подход философский, что на самом деле это все только с нашей точки зрения, да, что Всевышний хотел выделить нам какие-то дни, чтобы мы могли хоть в эти дни нормально раскаяться. Не то, что на самом деле эти дни в большей степени не сугалим как бы, но каббалисты считают, что и плянь, Роша-шана и Йо-хи-пур, это особые дни, и что там что-то в духовном происходит. Ведь это была разница между философами и каббалистами в том, как подходить к митцам в целом. Ведь и у Хазарь есть источники на философский подход тоже, что Всевышнему все равно, что мы едим, да, не так важно, разрешить ли корову, которую убили тем, что зарезали спереди ножом, или разрешить, наоборот, те, которые топором сзади ударили, или что-нибудь в этом роде. Просто есть какие-то законы, которые Всевышний установил, и он проверяет, соблюдаем мы их или нет. Да, что я согласен этому подходу. Возможно, с тем же успехом Всевышний мог, например, нам разрешить именно ту рыбу, которая, скажем, не имеет чешуи, да, всяких там устриц и подобных, а запретить, наоборот, рыбу с чешуей, да, что не то, что одно чистое, другое нечистое, а просто Всевышний хотел, чтобы было какое-то различие, чтобы евреи, во-первых, отличались. Особенно в те времена, когда мы были единственными монотеистами в мире, и в мире поганом и испорченном очень сильно. В общем, как бы давни было, согласно подходу, в котором нет ничего, как это английский, интрынзик, да, ничего специального в каких-то особых днях, ничего там в духовном, так сказать, не происходит, и не может происходить. Просто одни дни выбраны для того, чтобы в эти дни именно мы сконцентрировались на службе Всевышнего и раскаялись. А каббалисты, они считают, что и прямо что-то в духовном происходит, что есть духовные миры, и в этих духовных мирах что-то происходит, что-то, соответственно, душа еврея в этот момент чувствует что-то тоже и поднимается со всем этим вместе, и когда поднимаются миры, там, по субботам, объем, то, что работа изопречена не просто, чтобы проверить, так сказать, или чтобы дать нам день отдыха, а что реально, так сказать, в этот день, да, если человек делает работу, он клипу как бы отправляет свою душу. В общем, вот такие вот разные подходы. Каббалистический подход ближе, конечно, к тому, во что верят восточные народы и разные древние нации. Это как раз ближе к тому, с чем Тора, похоже, что боролась в свое время, что интересно, да, что в результате вернулось все назад, как бы в каком-то смысле, как раз Каббалу, и очень легко интегрировать со всякими там восточными мудростями. И исключено, что поэтому каббалисты считают, что нужно ее скрывать, эту мудрость, потому что, на самом деле, очень близко это все к вещам, которые как раз противоположны того, что хочет Тора. Уже это замечали не раз мудрецы, что именно вот идеи Каббалы, когда не в те руки попадают, они могут привести ко всевозможным культам и разным там идолопоклонским идеям. В общем, как бы там ни было, без сомнения, какая-то есть польза от Ёмки-Пура, будь то, что она, что это просто, так сказать, чисто с нашей точки зрения день, чтобы просто было удобно в этот день, да, все, все евреи именно занимались чувой и молитвой, и не грешили. Или же в действительности в этот день что-то происходит в духовном, но, по крайней мере, какая-то Капара есть в этот день, и пишет, значит, дальше в венецкий Гаон, «Эйнумихапер» — это критудзайн, да, говорит, что без чува не помогает Капара, «Кераби Йоханнан» — «Абайверавашам» — «Эле шебенда Амарийхапер» но он говорит, что в Геморре критудзайн тоже это обсуждается на седьмой странице. Магин Аврам пишет, «Хэт Малкут Арбайм» — «Лавдавка» или «Ламетет» — да, что не имеется в виду 40 плетей или 39 плетей, «Шаметокках» и «Ламар» — «Дебееметель Малкут Муниль» — «Бизмана» — «Загет». На самом деле сегодня Малкут не помогает, да, у нас нету суда с людьми, которые имеют смеху от времен Моша Рабина, чтобы на самом деле Малкут, через Малкут люди получили Капару, да, через плетей получили искупление. «Деем лану смухим» — «У нас нету смехи». «Вегам эйн хью вахша в Малкут» — «Велика, деликахатра» — «Еще нужно же предупреждение, чтобы делать Малкут». «Эле шо симках митох» — «Свим генвичу митохках» — «Яшух», да, что причина, чтобы делать Малкут — просто, чтобы люди раскаялись, помогают в рассказе. «Вегам эйн бетшуват рейш Рабилевы Хавив», кажется, он имеет в виду, что «Эрих» бы инион смеха у Малкут без маназе. Он длинно написал насчет этой проблемы, что смехи в наше время и Малкут. «У нас нету смехи». В наше время, во всяком случае, в Неземной Израиле нету смехи, нигде нету смехи сегодня. «Векатул бекитвы ша Аризаль луа я макпидан Малкут рак, а ю Малкима то даёт Малкут». Он говорит, что Аризаль даже 39 не ждал, просто 4 раза его убили, негде даёт от Йотошемка, как 4 буквы имени Всевышнего. Но, знаете, у Кабаритов есть такая идея, что 4 буквы имени Всевышнего соответствуют 4 видам смерти. «Алев» сопротив Скила, «Далет» сопротив Срейфа, «Нул» сопротив Херек и «Юд» сопротив Хенек. И также «Юд» ке-бивавки таким же образом. Главное имя, да? «Юд» сопротив камня, которым закидывают и так далее. В общем, он и, соответственно, и Малкут получал 4 раза достаточно. После этого он окунался, сопротив стиха, что, говорит, мы были и в огне, и в воде, что как бы и били нас, и воду получило окунание. Есть современные книги, которые Мамыш хотят делать, чтобы Малкут делали как положено во всём, как было во время храма, ну, во время, в основном случае, смехи, так он говорит, что они ничем не помогают, что никакого смысла нет у Мамыш делать, как тогда, потому что всё равно у нас нету Малкут настоящего. «Коль дэгу, кэлламар афат биши, динам бироха в тэфах». Так что они не брали ремень в тэфах, берут любой ремень сейчас. «Шэль эгель, киван дэзэ, ба ле орэр лево адам, шээ, да, кунеу, афдинан левэнцарих бэй трясоших амур, киван шэмит орэр бэзэ дай ло». Он хочет сказать, что в нашей реме мы не так уж беспокоены, чтобы брать именно ремень, у которого и бычья кожа, и с двух сторон немножко ещё и шачьей кожи. Достаточно для нас просто в память о том, что об этом стихе говорим бычья кожа достаточно. «Панавлица фон, почему на север лицо, нэ али дэгу адин и фохбит?» На обратную сторону тоже сойдёт. «Аэсимэн гиммэр, аэн бэгэморэ юмэ ви тосфэд швот, убирош сэфэр юдма амарот бэй нэн капарат льон кипу». Значит, насчёт того, что в сторону севера, он считает, похоже, что причина, да, что не обязательно север, может юг тоже быть. И причина эта также, что, почему в самом начальнише он обсуждает, что в туалет не ходить с востока на запад, а ходить с севера на юг, если нужно человеку по-большому сходить, на открытом месте. Это как бы своего рода уважение. В отношении присутствует Всевышнего, который считается, что на, да, есть мнение, что шхина на бэймарэх, да, на западе, если в таком случае он может сказать, что в направлении храма на востоке. Ну, в общем, не очень понятно, но почему-то есть такая идея, что с востока на запад не ходить в туалет, а с юга на север – пожалуйста. И он хочет сказать, похоже, что самое насчёт Малкут, что в этом причина. Поэтому можно его положить, что на север, что на юга. А в последнем просто источники пишут, которые занимаются вопросом Капары. Тософот Швот, который игра тоже процитировал, и также в начале книги Юд Мамарот, это Рэмами Фану, был такой, Абиминах Амазария Исфану, каббалист итальянский, и в его книге «10 Мамарот» тоже есть про Капару в Юмкепу. И на этом заканчивается наш урок. Леви Фошлема, Раслахаби Холинич, Раиса Бацони, Ва Холи Сраи.